Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом учета курсовых разниц по налогу на прибыль. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы и видите. В данном письме рассматривалась ситуация, когда дочерняя организация взяла кредит для финансирования деятельности материнской организации. И возник вопрос, можно ли при исполнении соответствующего кредита учитывать курсовые разницы. Рассматривая этот вопрос, во-первых, Минфин указывает на то, что с учетом описанной ситуации и с учетом того, что кредит брался для финансирования деятельности материнской организации, расходы на выплату процентов по данному кредиту не могут учитываться в соответствии со статьей 252 налоговый кодекс. То есть, такие затраты не являются экономически обоснованными. Кроме того, Минфин указывает на то, что по такого рода обязательству нельзя будет учитывать отрицательные курсовые разницы. Вместе с тем, если возникают положительные курсовые разницы, то соответствующие доходы подлежат учету в составе налогооблагаемых доходов на общих основаниях. Таким образом, организациям, которые сталкиваются со схожей ситуацией, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.